Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухтай, вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтай. Ребят, свежий обзор для вас с торговыми идеями на преследующую неделю. Это первый блок сегодняшнего обзора и второй блок сегодняшнего обзора. Это рассмотрю свои прошлые публичные торговые рекомендации, которые вы от меня получали на прошлых выходных. Но кроме этого я делаю ежедневные обзоры рынков. Кому интересно, подписывайтесь на мой YouTube-канал «Марией Кухтай Трейдер» и всегда будете получать хорошую аналитику от меня с анализом основных финансовых инструментов, с разбором основных финансовых инструментов. Также, если у вас есть какие-то вопросы по тем инструментам, которые вы торгуете, вы можете написать тикеры в комментариях, я обязательно буду разбирать на своих ежедневных обзорах. Поэтому подписывайтесь и всегда будьте в курсе основных изменений, которые у нас происходят на рынках. То есть если что-то у нас меняется, если ситуация меняется, если картинка каким-то образом показывает какую-то дополнительную информацию, либо меняет свою структуру и так дальше, все это я озвучиваю на своих ежедневных обзорах. Поэтому апдейты моих торговых рекомендаций вы будете получать на ежедневных обзорах. Для этого нужно подписаться на мой YouTube-канал «Марией Кухтай Трейдер». Ну что ж, также хочу сказать, что данное видео выйдет на моем YouTube-канале «Марией Кухтай Трейдер» сегодня, в субботу, 14 октября, и на YouTube-канале «Компания Маркетс» видео продублируется в понедельник, 16 октября. Давайте начинать, ребят. Торговые рекомендации по фондовым индексам сегодня будут. Сегодня я предлагаю торговать фондовые индексы на продажу. Скорее всего, у нас уже коррекционный рост закончился, коррекционный рост, который мне удалось неплохо спрогнозировать публично. В своих предыдущих видеообзорах, ежедневных видеообзорах публично я рекомендовала покупать S&P, покупать NASDAQ. Даже по DAX, краткосрочные, мы неплохо выросли. Но, тем не менее, я считаю, что коррекционный рост по индексам, скорее всего, у нас уже закончился, и индекс формирует торговые комбинации для дальнейшего движения в сторону своих основных краткосрочных тенденций, образовавшихся за последние торговые месяцы. Давайте начинать по порядку. И первый инструмент, на который хочу обратить внимание сегодня, это S&P 500. По S&P 500, ребят, я еще ранее, публично, 9 октября, советовала вам покупать. Соответствующие видео есть на моем YouTube-канале, посмотрите, если еще не смотрели. Если вы смотрели, вы могли воспользоваться моей публичной торговой рекомендацией Long по S&P, которая, в принципе, подкреплена сигналом в закрытом канале. VIP-мария Гухта тоже давала торговый сигнал на покупку, и смотрите, как покупка себя неплохо отработали. Что дальше? Ну, скорее всего, учитывая характер закрытия четверга и пятницы прошлой торговой недели, определенно здесь ключевой момент, ключевую роль играет закрытие пятницы. Я считаю, что S&P у нас рисует шартовое перекрытие в сторону нисходящей тенденции. Поэтому по S&P 500 есть уже неплохой шартовый паттерн. Защитное движение – это импульсное падение, которое у нас происходило, начиная с середины сентября и заканчивая фактически началом октября. Потом коррекционный рост. Здесь я неплохо покупки спрогнозировала, да, в принципе. И до этого ранее еще вам светло-шарти из S&P. Ребят, в середине сентября я прогнозировала шарты по S&P, шарты себя отлично отработали. На росте мы тоже с вами заработали. И сейчас я считаю, что коррекционный рост у нас закончился. Движение наверх – это, скорее всего, коррекция по отношению к защитному шартовому импульсу. И дальше S&P уйдет вниз и, возможно, и среднесрочно. Поэтому рекомендую шарти из S&P 500, ниже сопротивление 43.90. Нужно будет искать точки входа на продажу. Можно пробовать секущих, но вы понимаете, что здесь нужно поставить большой стоп-лосс, потому что стоп-лосс нужно поставить за перекрытие. Как перекрытие коррекционного роста у нас здесь сформировались две дневки, и это четверг-пятница прошлой торговой недели. То есть за максимум четверга нужно будет выставить стоп-лосс, если будете шарти из S&P с секущих. Для чего? Для того, чтобы вы могли убеспечить свою торговую позицию от каких-то еще до наборов торговых моментов по данному инструменту, от каких-то еще консолидационных моментов. Я имею в виду, здесь, возможно, еще откатные дневочки будут формироваться, возможно, будут формироваться какие-то консолидации позиций и так дальше. Поэтому вы должны это понимать. За максимум перекрытия желательно поставить все-таки стоп-лосс. Но альтернативный вариант, что можно сделать в данном случае, это вы можете подождать откатную дневку, возможно, понедельник сформирует откатную внутреннюю дневку в рамках перекрытия, и тогда уже от откатной дневки можно будет дальше шартить и S&P. И соответствующая комбинация уже у нас позволит поставить более короткий стоп-лосс, и будет уже, скажем, еще больше подтверждения для снижения данного инструмента. Поэтому S&P шарты либо с текущих, либо от коррекции локальной ниже максимумов роста 43.95, и первая цель для падения, и это 42.70. Но, в принципе, я думаю, что если будем дальше уходить в сторону тенденции, тенденция, как я уже сказала, у нас нисходящая, то есть есть все шансы для того, чтобы увидеть S&P возле ценовой отметки 42.20 и на перелог, минимум, которые у нас сформировались в текущем месяце, месяце октября. Поэтому присмотритесь к данному инструменту. Если торгуете S&P 500, неплохие шансы для того, чтобы уже заканчивать свой коррекционный рост и дальше снижаться в сторону шартового тренда. Так, теперь давайте еще посмотрим второй инструмент, на который я бы хотела обратить внимание, ребят, и это Dow Jones. Dow Jones на самом деле неплохо, неплохо сформировал текущую картину для снижения. По index Dow Jones у нас присутствует реакция на откатный уровень сопротивления 33.900, довольно сильный уровень сопротивления. С этой ценовой отметки мы с вами сделали предыдущий минимум, то есть предыдущий low показал Dow Jones с этого уровня сопротивления, потом коррекционный рост до данной отметки, и сейчас уже две дневочки, четверг и пятница на прошлой торговой неделе у нас, скорее всего, сформировали перекрытие коррекционного роста. И это значит, что Dow Jones у нас набирает позицию, он набирает, сформирует позицию для дальнейшего движения в сторону своей тенденции, нисходящей, которая сформировалась за последние торговые месяцы. Поэтому Dow Jones, торговая рекомендация для вас, открываем шорты, можно с текущих шортить, ниж сопротивления 33.910. И цель для падения, ну, техническая цель это 32.930 поддержка, минимум месяца октября фактически, будем пробивать эти минимумы, будем дальше падать. Шансы хорошие, если тренд шортовый продолжится, то точно так же, как и S&P, у нас данный индекс уйдет на перелол. Интересный момент, ребят, есть шансы для того, чтобы падать уже с текущих, а возможно еще будем как-то здесь добирать торговую позицию, увидим по факту, но тем не менее формация есть. И я думаю, что тренд в данном случае поспособствует медведьам для того, чтобы дальше двигать цену вниз по фондовому индексу Dow Jones. Так, и еще один инструмент, на который я бы хотела обратить ваше внимание, и это NASDAQ. NASDAQ уже в отличие от Dow Jones, скажем так, и S&P, в принципе, NASDAQ показал в пятницу уже довольно сильный импульс вниз. Но, смотрите, по NASDAQ я бы посоветовала подождать откатную дневку для того, чтобы, во-первых, подтвердить перекрытие, для того, чтобы, во-вторых, была возможность поставить более короткий стоп-лосс. Потому что если шар с текущих данных инструментов, то стоп довольно большой получается за максимумы четверга. Поэтому сейчас, я бы сказала, нецелесообразно шарсить NASDAQ, а желательно подождать откатную внутреннюю дневку. Будет откатная дневка по NASDAQ, отлично, открываются шарты. Теперь давайте рассмотрим данный индекс с позиции моей торговой стратегии защитный трейдинг. Итак, по NASDAQ как защита выступает падение, которое у нас происходило, начиная с середины месяца сентября, импульсы шартовые, после чего коррекционный рост. И здесь, кстати, ребят, как и по S&P, мне удалось отлично спрогнозировать вот этот, значит, возможность вот этого роста, который у нас происходил за последние полтора торговых недели. Я еще ранее, еще на обзорах 6 и 9 октября, вернее 9 октября, это у нас был понедельник, я советовала покупать NASDAQ и посмотреть, как мы себя неплохо отработали. Но покупки себя уже, скажем так, исчерпали, покупки уже завершили свое движение и завершили они его возле трендовой линии давления вниз. Реакция на трендовую линию – это первый момент, который у нас здесь присутствует на графике NASDAQ. Второй момент основной – это шартовые перекрытия, которые сформировались до конца, вернее, сформировались уже в пятницу, на четверг-пятница, две дневки. Шартовые две дневки с давлением вниз, и эти дневочки уже показывают окончание роста и наличие последнего элемента торгового паттерна, который я для вас отбираю по своей стратегии защитный трейдинг, то есть перекрытие. Перекрытие коррекционного роста. На этапе перекрытия мы с вами понимаем, что движение наверх – это коррекция по отношению к предыдущему импульсу. Поэтому шартовый паттерн здесь присутствует. Шартовый паттерн усилен. Трендовая линия давления вниз, которую я озвучила только что для вас. То есть есть у нас реакция на данную техническую трендовую линию зажать цены вниз по данному инструменту. И таким образом можно спрогнозировать падение по NUSDAQ, дальнейшее падение по NUSDAQ, либо с текущих будем падать. Но с текущих, как я уже сказала, нецелесообразно открывать продажи. То есть я бы не советовала открывать с текущих, потому что очень большой стоп-лосс и желательно все-таки еще подтвердить перекрытие одной внутренней дневкой. Будет внутренняя дневочка. Отлично шартить NUSDAQ от внутренней дневки с целью ближайшей. Это 14700 поддержка. Следующая цель для падения – 14500 с копейками уровень поддержки. Если я правильно проанализировала график, если тренд шартовый у нас продолжится по NUSDAQ, то в таком случае мы с вами увидим данный индекс на перелог месяца сентября, на перелог минимумов, которые у нас сформировались в сентябре. Поэтому NUSDAQ шарты точно так же, как и по S&P и по Dow Jones. Ну и, ребята, в принципе, уже сейчас, уже сейчас это видно, что инструменты, данные инструменты собираются падать. То есть до этого ранее еще у нас картинка была лонговая, еще инструменты находились, поджаться наверх. Я неоднократно говорила о том, что я все-таки определяю рынок по тем параметрам, которые рынок показывает. То есть я не угадываю графики, я пытаюсь прочитать график, используя ту информацию, которую показывает рынок. Поэтому есть необходимые элементы графические. Если я их вижу, я даю для вас соответствующие торговые рекомендации. Поэтому по фондовым индексам рекомендую открывать сделки на снижение. И все-таки, учитывая характер тенденций, учитывая характер торговых формаций, я считаю, что есть все шансы для того, чтобы уходить на перелог локальных минимумов, которые у нас сформировались по данным инструментам. Поэтому интересные картинки, ищите точки входа. Я же, в свою очередь, буду соответствующий торговый сигнал давать своим закрытым телеграм-каналом Вик Мария Кухта, буду видеть точки входа, будут соответствующие торговые сигналы получать мои подписчики закрытого телеграм-канала. Если вы также желаете получать у меня торговый сигнал, вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал Вик Мария Кухта для оформления подписки, пишите мне в личку, и всю информацию по оформлению подписки обязательно вам предоставлю. Так, и теперь давайте переходить к второму блоку сегодняшнего обзора, и это разбор моих предыдущих публичных торговых рекомендаций, которые вы от меня получали на прошлых выходных. Но, ребят, я уже сказала, что кроме торговых идей, которые я даю на выходных, вы также получаете ежедневные обзоры рынков от меня с анализом основных финансовых инструментов. Если ситуация меняется, а она может меняться, потому что рынок динамичный, если еще, допустим, в понедельник у нас формируется какое-то шортовое направление, шортовая комбинация, то, возможно, рынок еще каким-то образом будет добирать торговую позицию и подтверждать эту шортовую комбинацию. А, возможно, рынок будет формировать, значит, отмену сценария. Поэтому уже, допустим, среда-четверг на торговой неделе уже, возможно, произойдет отмена. Сценарий шортовый будет у нас лонги. Поэтому эти моменты я, значит, называю динамичный подход к анализу рынка. То есть анализ таких моментов – это динамичный подход к анализу рынка. Рынок показывает, используем соответствующую информацию и читаем соответствующую информацию, и, соответственно, торгуем эту информацию. Не наоборот, да, поэтому подписывайтесь, если будет что-то меняться, в том числе и по индексам. Я обязательно все это буду для вас освучивать в своих ежедневных обзорах. Что ж, торговые идеи прошлые, которые были на прошлых выходных, это по валютному рынку, по рынку Форекс, евро, новозландский доллар и доллар-иена. Давайте посмотрим эти инструменты. Ну, на самом деле, неплохо отработались локально торговые идеи, которые вы от меня получали. В первой половине прошлой торговой недели у нас доллар показывал снижение по отношению к соответствующим валютам. Значит, евро-доллар, начиная с понедельника, смотрите, понедельник начался, и у нас уже фактически рост по евро-доллару локальный пошел. Понедельник, вторник, среда, отличный рост, на котором вы могли краткосрочно заработать. Поджатся наверх присутствовала. Здесь у нас неплохая лонговая комбинация была, которая указывала на возможность работать в лонг по евро-доллару. Но, как мы видим, уже сейчас это движение наверх, это был, скажем так, коррекционный рост, коррекционные движения по валютной паре евро-доллар. И коррекция, скорее всего, уже закончилась шартовым перекрытием от 12 октября. Поэтому, ну, пока, пока здесь ничего интересного нет. То есть я сегодня не буду рекомендовать евро-доллар торговать, потому что рынок движений, нужно ждать каких-то свежих торговых паттернов, тогда можно будет уже открывать соответствующие сделки по евро. Поэтому лонги, которые я ранее светла открывать, неплохо себя отработали локально. То есть понедельник, вторник, среда, отличный рост по валютной паре евро-доллар. Так, ребят, давайте еще один инструмент посмотрим из торговых идей, которые вы получали от меня на прошлых выходных. Это новизландский доллар. Лонги по инсдаюзде. Так, пятница у нас закрылась. Но, на самом деле, я еще ранее вам советовала лонговать еще в четверг, 5 октября, в публичном обзоре, который вышел на моем ютуб-канале 5 октября, я вам советовала покупать валютную пару инсдаюзде. И посмотрите, как мы себя шикарно отработали. Это даже если бы вы посмотрели на выходных обзор, купили в понедельник на изландский доллар, в понедельник, вторник мы чуть-чуть выросли по данному инструменту. Поэтому отработка есть, да, краткосрочно, да, не ушли среднесрочно наверх. То есть я, в принципе, видела здесь возможность среднесрочного роста. Ну, нет, отработались локально, отработались краткосрочно. Показали шартовые перекрытия. Скорее всего, уже дальше будем двигаться по трендам, то есть вниз и по евро-доллару, и по новозландскому доллару. Ну, увидим по факту. В любом случае нужно ждать каких-то подтверждений, нужно ждать каких-то новых торговых паттернов. Когда рынки в движении, я не советую торговать, поэтому по валютному рынку сегодня торговых рекомендаций не будет. Но, тем не менее, покупка NZD-USD себя неплохо отработала. Да, среднесрочно не ушли, но краткосрочный рост мы с вами увидели. Поэтому отработка у нас локальная есть. Кто покупал новозландский доллар, вы могли, как я уже сказала, локально на этом заработать. Я в своих ежедневных обзорах советовала перевозить стоп без убыток, в силу того, что у нас уже хороший импульс наверх пошли. Если вы все это сделали, то отлично вы заработали на покупке новозландского доллара против американского доллара. Так, еще давайте посмотрим один инструмент. Это доллар и иена. Ребят, доллар и иена на самом деле так локально отработалась. Но да, отработка есть у нас в понедельник. В понедельник 9 октября у нас доллар и иена в моменте упала и показала реакцию на сопротивление 149,3. Я вам советую, шарте есть доллар и иену ниже сопротивления 149,3. Но локально мы себя отработали, но дальше не пошли. Показали реакцию на поддержку 148,3. Минимум консолидации, консолидационный уровень поддержки. Есть на него реакция. И дальше, дальше доллар иена ушла в сторону поджатся наверх, то есть по лонговой тенденции, по тренду. Поэтому краткосрочно отработались. Локально, да, внутри дня. Ну, я сразу скажу, что я в закрытом канале тоже давала шарты, не фиксировала продажи, потому что ожидала дальнейшего падения по данному инструменту, по данной валютной паре. Поэтому здесь получила убыток. Ну, кто шартил по моей публичной торговой рекомендации внутри дня, то внутри дня вы могли неплохо, локально заработать на падении доллар и иены. Потому что в понедельник мы показали одну дневочку вниз, шартовую дневку. И таким образом отработка прогноза есть локальная. Ну что ж, ребята, значит, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписаться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер» для того, чтобы получать от меня не только торговые рекомендации, которые я даю по выходным, да, но и, в принципе, торговые идеи, и торговую аналитику в рамках рубрики «Ежедневный обзор рынков с Марией Кухтой». Анализ основных финансовых инструментов по своей авторской торговой стратегии и защитным трейдинг я провожу. Значит, если у вас появляются какие-то вопросы по другим инструментам, по другим рынкам, вы можете все это написать в комментариях, и я обязательно буду отвечать на ваши вопросы и разбирать все инструменты, которые вам интересны, на следующих обзорах. Поэтому пишите в комментариях тикеры тех инструментов, которые вы бы хотели, чтобы я рассмотрела на следующем своем обзоре, который уже выйдет в понедельник, 16 октября на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер». Также не забывайте подписываться на мой открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер». Там также, ребят, дублирую свои видеообзоры, пишу в текстовом формате, если у вас происходят какие-то апдейты по моих предыдущих публичных торговых рекомендациях. Если какие-то изменения происходят, тоже время от времени делаю соответствующие пасты. Если вы желаете от меня получать торговые сигналы, то вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал «Мария Кухта», и будете получать торговые сигналы от меня, где будут точки входа, где будут соответствующие ценовые уровни стопа, я буду дальше сопровождать свои торговые сигналы и так дальше. Поэтому интересуют торговые идеи от меня. Пишите в личку, вся информация, всю информацию предоставлю вам в индивидуальном формате. Значит, мои контакты есть под видео, кому интересно. Также напомню, что я провожу индивидуальные курсы обучения после авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Если интересен мой подход к анализу рынка, если интересен мой подход к пониманию рынка, если вы желаете понять принцип моего анализа рынка, вы можете записаться на индивидуальные курсы обучения. Я провожу личные курсы обучения, 8 занятий онлайн, плюс бесплатный доступ в мой закрытый телеграм-канал «Мария Кухта». Все это будете получать. А также бонус – это полгода поддержка от меня. Помогаю с анализом рынка, помогаю с точками входа, помогаю с торговыми идеями. Если интересно, ребят, пишите в личку. Моя контактная информация есть под видео. И по обучению всю информацию предоставлю в индивидуальном порядке в телеграме. Желательно, пишите, и на ваши вопросы буду отвечать. Ну что ж, спасибо за просмотр. Всем хорошего дня, хороших выходных, ребят. Прибыльной торговли и до понедельника. Будут какие-то у нас апдейты по рынкам формироваться, либо какие-то дополнительные информационные элементы формироваться. Я все это буду для вас озвучивать в своих ежедневных обзорах, которые выходят на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер». Еще раз спасибо за просмотр. Буду благодарна за свежий фидбэк, за лайки, за реакции. Благодарна за ваши предыдущие комментарии, за ваши вопросы, за ваши реакции. Жду свежего фидбэка. Всем хороших выходных и до понедельника. Субтитры создавал DimaTorzok